Мы продолжаем освещать важные вопросы социальной сферы и сегодня у нас в студии Игорь Зворский, заместитель министра социальной политики Республики Крым. Игорь Валентинович, прошел уже месяц со дня референдума, Крым постепенно вливается в российское законодательство. Какие возникают в связи с этим проблемы у работников предприятий, бывших в украинском подчинении? Сегодня проблема этих предприятий ощутима. Украинские предприятия, которые были четко определены статусом центральным органом власти Украины и в связи с переходным периодом, который сегодня у нас есть, эти предприятия еще не определились, какие они будут оставаться. Это я имею ввиду предприятия, не государственные формы собственности, какие они будут оставаться или они будут уходить с рынка Крыма. Государственные формы собственности, те, которые тоже сегодня в процессе определения их статуса, или они будут оставаться в Крыму, это государственные предприятия, или будут решены проблемы с их переводом на Украину. После всего этого тогда будет понятно, какое количество работников может быть высвобождено, но при этом правительство Крыма принимает определенные меры. Какие основные причины такой ситуации? Почему так происходит? Сегодня происходит это в связи с тем, что предприятия, как я ранее сказал, не определились, остаются они работать в Крыму или нет. Но основной проблемой в этом вопросе, что руководители этих предприятий, не соблюдая трудовое законодательство, увольняют работников, которые сегодня пишут заявление по собственному желанию или по соглашению сторон. В этом случае они теряют, первое, отпускные, которые должен получить человек, второе, сегодня они теряют три месяца по выплате при учете постановки по безработице. И я считаю, что это серьезно нарушает права работников, а работодатели в этом случае поступают, нарушая законодательство. Какие отрасли наиболее подвержены риску? Сегодня можно озвучить следующие отрасли. Это отрасль банковская, это отрасль санаторно-курортная, это торговля, здесь торговля подразвивается в основном крупные сети. И промышленность по банковской сфере. Сегодня правительством разработаны меры и вчера под председательством Сергея Георгиевича Донича проходило заседание двух комиссий межведомственных. Одна по высвобождению рабочих мест, вторая комиссия по задолженности и выплате заработной платы. На этой комиссии под председателем Сергея Георгиевича выступали те руководители отраслей, министры, которые озвучили. И я сейчас прокомментирую то, что было сказано ими. То есть в банковской сфере выступал Борюк Николай Николаевич, пояснил, какие принимаются меры, так как он возглавляет Банк Крыма сегодня, прошу прощения. Что происходит сегодня в банковской сфере и какие ждут риски высвобождения сегодня людей в банковской сфере. Озабоченности, которые были сказаны Николаем Николаевичем, звучат в следующем, что те банки, которые не останутся работать на территории Республики Крым, войдут новые. Соответственно, что даже если какое-то увольнение будет происходить, то вновь вошедшие банки будут принимать специалистов. Я думаю специалисты, тем более банковская это специфическая специальность, будут приняты вновь на работу. Поэтому, если даже будут высвобождения, то просьба обращаться в фонд социального страхования по безработице, для того, чтобы поставить на учет на этот период людей. Проблема высвобождения работников в переходный период остро связана с проблемой погашения задолженности по зарплате. Как здесь обстоят дела? Погашение задолженности по заработной плате, она появилась не сегодня, эта тема. Эта тема перешла еще до переходного периода, о котором мы сейчас ведем речь. Задолженность на 1 января у нас была 49,6 миллионов. На переходный период до 9 числа был рост. На сегодняшний день хочу отметить, что или защищение обстоятельств, или все-таки как-то работа подчеркнулась вчерашним совещанием, которое проводил Сергей Григорьевич. Снижение произошло на 4 миллиона. И тенденция сегодня по снижению идет, и вчера опять же продолжим к выступлениям одного из министров промышленности, который четко подчеркнул, что сегодня будут выделяться льготные финансирования Национальным банком России под процентную ставку 8,22%, что сможет помочь предприятиям в взятии кредита и восстановлении работы своих предприятий. И первое, что они, как правило, делают, добросовестные руководители, погашая задолженность заработной платы, чтобы люди могли нормально, комфортно себя чувствовать и продолжать свою трудовую деятельность. Что еще делает правительство для решения возникших проблем? На сегодняшний день правительством разрабатывается ряд мер для того, чтобы решить эти проблемы. Проводятся мониторинги. Фондом социального страхования. Это основной у нас, как говорится, основной фонд, который занимается, учреждение, которое занимается этой проблемой. То есть проводится мониторинг где-то порядка 1800 с лишним предприятий ежедневно. Эта информация обрабатывается и своевременно проводится в районах, в городах, центрами занятости, работа с руководителями предприятий. Там, где есть предварительно угроза риска увольнения работников. Там производится пояснение на этих предприятиях работникам, как они должны увольняться, что они должны сделать. Инспекция по труду участвует при этом тоже активно, специалисты этого органа власти. Я думаю, что в этом направлении сегодня активно работают эти два учреждения. И разъяснительная работа ведется на высоком уровне, можно сказать. По задолженности сегодня, повторяю, что комиссии созданы. На следующей неделе будет проведена одна из комиссий, это по задолженности. Я думаю, параллельно будет проведена и по высвобождению рабочих мест, повторно. Еженедельно это будет проводиться, заседание комиссий. Будет проводиться мониторинг, будут приглашаться руководители предприятий, где есть такие проблемы. Плюс к этому ко всему, всем министерствам отраслевым дано задание для того, чтобы они проводили, в свою очередь, мониторинг в сфере управления этих всех учреждений. Еженедельно нам дают информацию, которую мы будем обрабатывать. И уже исходя из этого, быстро реагировать по возможности на это. Спасибо большое, что вы пришли к нам, нашли время. Мы не завершаем наш эфир. Оставайтесь с нами. Спасибо, до свидания. Спасибо.